Сегодня в 10 часов утра на автодороге, ведущей из Екатеринбурга в поселок Шабры, в 4 километрах от этого населенного пункта, под железнодорожным мостом, случился кощунственный катаклизм. В самый разгар бензиновой напряженки в стране заживо сгорело, граждане водители, крепитесь, 17 тонн бензина с октановым числом 92. Нечеловеческое горе. Фабула этого чудовищного происшествия, впрочем, особо экзотическими изысками не страдает. Все типично для матушки Руси. Раздолбая на раздолбаях и противостоящие им герои, и, как всегда, божественное проведение. Итак, имеется бензовоз на базе КамАЗа. Объем цистерны 17 тонн. Если, конечно, еще разделить на плотность, но долой математику и физику. Везет корольший КамАЗ 17 тонн 92-го бензина. В городе это топливо не купить. А купить так только, если отстоять хвост длиной минут 40-50. Если, конечно, еще умножить на скорость сокращения этого хвоста. Но, повторюсь, долой. Только что КамАЗ заправился бензином на нефтебазе. Под завязку. Едет в сторону поселка Шабры. Проехал пару километров, заехал под железнодорожный мост, и тут водителя бензовоза торкнуло. Какого-то черта его вдруг понесло вправо. По мелкой дорожке через железнодорожные пути. И вот ведь чудо. В это же самое время по рельсам в перпендикулярном направлении катилась дрезина. 76-го года выпуска, приписанная к акционерному обществу Уралпромжелдортранс. Вот так вот, с базой приписки в Сесерте. Поистине такая экзотика, как вагончик на железных колесах бывает только в кино. Именно не поезд, а дрезина. А в ней водила и связист. Дрезина ехала с той стороны. Ну, скорость так небольшая была. И КамАЗ неизвестно зачем сюда заворачивал налево. Хотя он должен был проехать прямо, а тут нечего делать. И произошло совкомнение. Ну, так, тихонечко. Ну, того бампер поменял, а тут немного фару выбило, что ли. Мы, значит, ехали со звездистом туда на станцию. Там станция развес есть, со станции Тальково. Оттуда, от того предвходного светофора, я вижу КамАЗ поворачиваю, груженого. Вот оттуда вот он. Он ехал, потихонечку поворачивал. Я ему сигналил, значит. Потом вижу, он еще ближе, я еще больше сигналил. И уже тормозил от этого столба. Я уже все, уже останавливался. И тут вот меня юзом протасило, ну, может, метров 3-4 метра. И мы с ним столкнулись. Ну, столкновение было где-то так, скорость была не больше 5-ти, так вот. Я у него срезал, значит, передний буфер. Дальше садить, пожалуйста. Тасол у него слетел. А у меня передняя колесная пара упала. Значит, и бензин разлился от этого, от столкновения. Бензин через верхний люк. Бензин разлился тут. После, в общем-то, тормозной и безопасной стычки события развивались и вовсе трагически. Водитель КамАЗа убежал на нефтебазу за помощью. Ну, что, простощили, бензин перелили. Связист ушел по своим делам на разъезд. Остался у разбитого корыта, то есть КамАЗа, один дрезиновый водитель. И вдруг откуда-то возле натекшей из люка бензиновой лужи объявились три ребенка, три каникулярных отпрыска. И тут-то все и загорелось синим пламенем. Я, значит, обошел кругом этого бензовоза. Лужа-то бензина стоит, ну, все нормально. И тут что-то я обернулся, ну, это самое, на свою дрезину-то. Вниз-то посмотрел. И через некоторое время опять смотрю, и такой огонек побежал вот оттуда, вот прямо с этой слевой стороны. Огонек такой. И сразу бах, пламя-то, и на этот бензовоз перекинулась. А у меня эта дверь-то была закрыта. С той стороны-то я уже испугался подбежать-то. Я через окно запрыгнул, окно было открыто, я документы схватил. Там две рации переносных осталось. Продавцы-то даже я растерялся. Выскочил оттуда и все. И тут сразу пламя взялось. Откуда пламя взялось это выяснять инспекторам из пожарной охраны, но кроме детей грешить не на кого. Сообщение о пожаре поступило огнеборцам в 11.28 утра, то есть часа через полтора после стычки КамАЗа с дрезиной. На утушку дефицитного бензина выехали четыре машины из Екатеринбурга и с нефтебазы. Но вы понимаете, когда горит горючее, единственный смысл жизни которого гореть, тушить достаточно трудно. В итоге все 17 тонн бензина, бензовоз и дрезина сгорели дотла. Тушение еще осложнялось тем, что языки пламени пережгли провод резервной электросети, оказавшейся волею судеб прямо над эпицентром огня. А в проводе 10 кВт напряжения. Он порвался, повис, а при напряженности тушить запрещено. Электричество, впрочем, отключили, да что толку, все сгорело безвозвратно. Но вины пожарных нет. Все детишки, гады, герростраты. Локализацию пожара объявили в час 15 по полудни. Дотушивали очаг до двух часов дня. Останки замочили. Дорогу ГИБДД перегородило с двух сторон. Опасались взрыва. Все шабровские автобусы высаживали пассажиров. И те 4 километра топали до конечного пункта назначения. Ущерб от пожара бензовоза вы можете заценить сами. Это целый КАМАЗ, дрезина и, грубо говоря, 17 тысяч литров бензина. Каждый литр которого стоит теперь от 4.30 до 6 рублей. Только топливо погорело на 100 тысяч. Короче, нехило дети лужицу подожгли и исчезли. Про моральные страдания автолюбителей от увиденного уж никто в тот день и не вспоминал.